всем привет вы на канале мы ребят с вами диана и перед тем как смотреть это видео подпишись на мой канал и на мой инстаграм не забудь про лайк колокольчик и написать свой неистовый комментарий сегодня у нас обзор на гуаши лучи 24 цвета до 24 цвета это много для краток особенно для гуаши а это вдвойне интереснее на корешке коробки написаны все цвета которые присутствуют в этом наборе коробка вполне себе опрятная то есть нет никаких там царапин и ничего и картон не сильно тонкий и краски из этой коробки не вываливаются кстати производители предусмотрели вот такие вот пластиковые поддончики вот я вытащу кстати при покупке здесь цвета были вообще рандомно разложены это я уже для себя разложила логически чтобы мне было удобнее работать здесь пластик очень дешевый но при этом это довольно таки удобная штука для переноски по крайней менее с этой фигни вообще не вываливались краски поскольку я покупала в другом районе эти краски то конечно же я их перевозила и ничего не протекло это вообще класс я взяла себе водицу и кисть для того чтобы сделать выкраску и для выкраски я тоже подготовила бумажку кстати эти баночки красок они очень маленькие они 20 миллилитров то есть они совершенно небольшие по сравнению с средней баночкой гуаши а средняя баночка где-то 40 миллилитров для начала я открываю рубиновую и буду ее выкрашивать и сразу же вам скажу краска довольно таки свежая то есть и очень густая и одновременно жидкая что в принципе нормально для новой гуаши рубиновый цвет не есть такой сильно укрывистый особо эту черную линию не перекрывает дальше у нас идет алая но мне почему-то это алая больше напоминает обычный оранжевый цвет или вермиллион такой потому что у меня такой цвет есть в маркерах 14 вермиллион тут я тоже ничего не могу особенного рассказать про укрывистость но конечно же гуашь после того как высыхает она становится очень бледный потому что в гуаше есть примеси белила дальше у нас идет светло оранжевая но почему то мне кажется что это просто тупо оранжевый в этом наборе нет логики в названии цветов поэтому я не буду особенно задумываться над этим кстати открою вам секрет я эту краску купила на обзор только потому что было очень много комментариев то что она вообще не качественная и я решила это проверить следующий цвет у нас обычная охра в принципе охра как охра здесь уже они не ошиблись производители охра в принципе нормальная укрывистость тоже не есть такая суперская дальше у нас идет желтая темная я действительно не знаю почему назвали именно так можно было назвать просто обычный желтый и лимонная здесь бы этого и хватило но причем здесь желтая темная я без понятия после того как я выкрасила эту желтую темную у нас идет желтая светлая хотя желтая темная и желтая светлая угадайте что правильно они почти не отличаются вы данный факт можете заметить на выкраске и укрывистость не очень дальше у нас идет лимонное желтое честно говоря я вижу смысл только в лимонный и обычным желтым потому что это действительно незаменимые цвета а вот желтая темная можно создать из охры и обычного желтого дальше у нас идет желто зеленая кстати неплохой такой цвет он довольно таки нужный вот я его выкрасила и кстати его укрывистость тоже не очень дальше у нас идет просто светло зеленая то есть обычное зеленое но я же говорю здесь название не особо той логичны кстати обычная зеленая дает такую неплохую укрывистость что в принципе похвально дальше у нас идет изумрудная тоже из таких вот зеленых цветов в принципе мне этот цвет нравится но это уже личные вкусы каждого скажем так кстати тоже дает неплохую такую кристость дальше у нас идет темно зеленая вполне себе такая хорошая палитра зеленых желто зеленый зеленый и изумрудный и также темно зеленый по сути что все те зеленые которые нужны для работы следующий цвет идет у нас голубой в принципе тоже цвет востребованный но большинство в обычных таких маленьких наборах 12 цветов дают обычный синий и белил и помешайте себе голубой как хотите и да в светлых оттенках не очень хорошая такая укрывистость кстати я уже выкрасила по сути одну ячейку всех цветов и переходим ко второй дальше у нас идет голубая потемнее так назову потому что она отличается всего лишь на полтона я думаю что такой потемнее голубой можно замешать синим с таким небольшим количеством синего и тоже не очень хорошая такая укрывистость дальше у нас идет бирюзовая бирюзовый тоже необычный цвет потому что редко попадается в наборах гуаши а дальше у нас идет синее светлое хотя я бы просто сказала что это ультрамарин я же говорю здесь нет логики в названии цветов поэтому мы ее даже искать не будем дальше у нас идет угадайте с трех раз конечно же сиреневая здесь особо фиолетовых нет тут просто есть сиреневая и делаешь ухож но у сиреневой кстати не очень-то и плохая укрывистость хочу я вам об этом сказать и вполне себе красивый цвет дальше у нас идет розовый розовый как по мне обычный дальше у нас идет красно-коричневый а красно-коричневый это скажем так как для меня кирпич но потому что для меня такая ассоциация потому что я часто вижу этот цвет только в кирпичах ладно шучу это обычная мажента должна была быть но что-то не вышло но цвет довольно таки укрывистый что могу сказать даже очень укрывистость дальше у нас идет тупо коричневая хотя бы я назвала темно-коричневая довольно таки темная и тоже довольно таки укрывистое дальше у нас бежевая что в принципе меня удивило но я особо не доверяю таким вот отдельным баночкам типа бежевых и того подобного цветов которых нужно намешать самим потому что они бывают уж совсем уж никакущие дальше у нас идет серый цвет в принципе в замесах его сделать проще типа черные белые в принципе больше ничего не надо кстати тоже неплохой серый вполне себе укрылся еще я решила выкрасить белила для того чтобы проверить укрывистость принципе это тоже интересное и важно как для материала нормальный белый в принципе для замесов и всего подобного можно использовать кстати неплохая такая укрыстость дальше мы выкрашиваем черную ну вот и все у нас уже готова данная выкраска в принципе мне нравится что получилось и понятно уже какой где цвет честно говоря я решила не подписывать потому что они у меня просто по порядку выкрашивались как у меня находится в коробке поэтому я и так не собираюсь их переставлять поэтому вполне себе логично я решила некоторые цвета замешать просто мне интересно было что получится в плане какой серый цвет мне было интересно какой из этих получится серый получился серо-зеленый и да девочки мальчики я решила нарисовать данную работу на картоне это у нас аниме девочка я ее из интернета срисовывала но но каких своих деталей добавила честно говоря мне нравится работа но я боюсь ее испоганить но все равно как узнаете в чем в конце получилось потому что если я выпускала этот ролик значит что-то там в конце получилось ладно я сейчас буду ускорять этот ролик и я не буду ничего говорить просто будет дальше как speedpaint я надеюсь что вам это видео понравилось и да ты смотри до конца весь speedpaint без моей озвучки и да те которые не хотят досматривать до конца то пока пока не 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, работа уже закончена Я надеюсь, что тебе это видео понравилось И ты подпишешься на мой канал, на мой инстаграм Не забудешь про лайк, колокольчик И написать свой неистовый комментарий Ну и да, как тебе работа Напиши об этом в комментариях Ну и всем пока-пока